Всем привет! Вы смотрите канал Небо не предел. В группе ВКонтакте, а также в Инстаграме я часто выкладываю свои астрофотографии. Чаще всего я фотографирую Луну. В этом выпуске, как и обещал, я хочу рассказать вам о том, как я их получаю. Изучать мы с вами будем программу PIP и Registax 6. В прошлом видео я предлагал вам записать лунный ролик. Для примера я взял один из роликов из своей коллекции. Давайте его откроем и немного изучим. Вы можете заметить несколько особенностей. Во-первых, изображение дрожит. Это связано с тем, что я снимаю на балконе. Соответственно, любые мои движения передаются по бетонной плите на треногу телескопа. А затем и на саму трубу. Второе, что можно заметить, это то, что изображение слегка плавает. Это как раз из-за изменений, которые происходят в атмосфере. Как я уже говорил ранее, они могут быть локальные. Например, теплые потоки воздуха идут от моего дома. Так и глобальные, в более высоких слоях атмосферы. Прежде чем приступить к обработке видеоролика, я расскажу немного теории, а также о том, какова вообще наша задача. Задача наша звучит очень просто. Из данного видеоролика нам нужно получить одну четкую контрастную фотографию. Каким образом это происходит? Давайте немного вспомним, зачем мы снимали видео. Путем записи мы пытались сделать как можно больше кадров и словить как раз те моменты, когда атмосфера была в самом благоприятном состоянии. Теперь наша задача. Первое. Взять все кадры данного ролика. Второе. Подсортировать их по качеству. Третье. Взять какое-то количество самых лучших снимков. Существует, например, правило 30%. То есть выбираются 30% самых лучших снимков, а остальные просто отбрасываются. И четвертое. Это сложить самые лучшие кадры. Что значит сложить? Ну, в общем-то говоря, то и значит. Существует множество специальных программ, которые позволяют складывать фотографии. Складывая их, мы избавляемся от шумов и проявляем как можно больше деталей. В результате получается один четкий кадр, который в дальнейшем можно обрабатывать в любом графическом редакторе. Но давайте посмотрим, как это выглядит на практике. В этом видео я хочу познакомить вас с самым быстрым и простым, на мой взгляд, способом выполнения нашей с вами задачи. То есть задачи можно выполнить различными способами. Используя различные приложения. Но я хотел бы показать именно то, которое считаю самым простым. Для начала нам понадобится программа PIP. Выглядит она следующим образом. Конечно, программа имеет большое количество разных вкладок, настроек. Но для первого раза нам ничего это не нужно. Просто откроем первую вкладку Source Files и перетащим сюда наш видеоролик. Кстати, если вы снимали серию кадров, а не видео, то точно так же перетащите их сюда. Далее на вкладке Output Options проверим, что формат результирующего файла будет AV. Переходим на последнюю вкладку Do Processing и нажимаем кнопку Start Processing. Собственно говоря, это все, что нам нужно было от программы PIP. Сейчас программа PIP конвертирует наше исходное видео в видео формата AVI. Для конвертации я советую использовать именно PIP, а не видеоконвертер. Дело в том, что PIP не просто конвертирует, он еще и меняет формат, частоту кадров и делает много другой полезной работы, благодаря которой этот AVI ролик будет хорошо читаться другими приложениями по обработке астрофотографий. После того, как процесс будет завершен, рядом с нашим видеороликом появится папка, в которой и будет находиться результирующий файл. Далее нам понадобится программа Registax. Кнопкой Select выбираем наш AVI ролик, который был получен программой PIP. Далее ставим галочку Show Full Image. Это просто для того, чтобы мы видели весь кадр целиком. Снизу приложения есть ползунок. Двигая его, мы можем по отдельности посмотреть все кадры в нашем видео. Сейчас наша задача найти кадр, который мы считаем действительно хорошим. Не нужно искать самый лучший кадр, на глаз это определить сложно. Цель найти именно кадр, который вам понравился. Этот кадр будет взят за основу. После того, как кадр найден, первое, что нам нужно сделать, это выровнять все кадры относительно друг друга. Для этого нужно расставить специальные точки, по которым Registax будет выравнивать снимки. Для этого нужно нажать на кнопку Set Align Points. Мы можем регулировать количество точек двумя способами. Минимальное расстояние между точками и минимальное расстояние от края изображения. Советую подобрать эти параметры таким образом, чтобы в результате точки покрыли все изображение и их количество было хотя бы 100. Также точки можно поставить вручную, щелкая мышкой. После того, как точки расставлены, нажимаем кнопку Align. Сейчас Registax перебирает все кадры в нашем видео и выравнивает их по этим самым точкам. После того, как кадры выровнены, нам нужно выбрать самые лучшие из них. Воспользуемся правилом 30%. Для этого снизу выбираем опцию Best Frames и устанавливаем 30%. Нажимаем на кнопку Limit. Все, что осталось сделать, это сложить эти 30% кадров. Для этого нажимаем кнопку Stack. После сложения Registax почему-то любит сбрасывать галочку Show Full Image. Собственно говоря, вот так выглядит наш результат сложения. Давайте его сохраним. На этом можно было бы и закончить. Но дело в том, что Registax в своем арсенале имеет такой мощный инструмент, как вивлет. Если говорить по-простому, хотя это и не совсем грамотно, вивлеты повышают резкость путем изменения цвета, контрастности изображения на определенных участках. Работать с ними очень просто и, я бы даже сказал, увлекательно. Имеется 6 ползунков. Самый первый ползунок отвечает за проявление самых маленьких деталей. Самый последний ползунок отвечает за проявление самых больших деталей. Также есть различные режимы работы вивлетов, которые можно менять настройками, схемой вивлетов и фильтров. Не будем сильно заострять на этом внимание, скажу лишь, что экспоненциальная схема в сочетании с фильтром по умолчанию очень грубо меняет изображение. А линейная схема в сочетании с фильтром Гаусса очень мягко. Луна это и без того контрастный объект, поэтому как раз самый мягкий подход нам и нужен. Далее просто начинаем двигать ползунки и смотреть, что происходит. Какого-то конкретного алгоритма тут нет. Главное двигать ползунки с умом и не перебарщивать. Наша задача сделать изображение максимально детальным и в то же время, что не менее важно, естественным. Например, меня устраивает вот такой вариант. Нажимаем кнопку Do All для того, чтобы вивлеты применились к изображению. Далее сохраняем наш результат. Давайте сравним наш снимок до вивлетов и после. Как видите, результат налицо. Далее этот снимок можно обрабатывать в любом графическом редакторе, который вам больше нравится. Лично я использую Photoshop. Что ж, конечно же программа PIP и Registax имеют намного больше возможностей. Также существуют и другие приложения по обработке астровидео и астрофотографии. В этом видео я хотел именно познакомить вас с этими программами. Я надеюсь, что это видео вам понравилось и вы нашли в нем ответы на некоторые интересующие вас вопросы. Если так, тогда подписывайтесь на мой канал и вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылки находятся в описании. Также в описании я размещу ссылки на программу PIP и программу Registax. Буду очень рад, если в группе ВКонтакте вы поделитесь своими результатами по обработке. Кидайте на стену коллаж с подписями до и после. Если у вас остались какие-то вопросы, тогда задавайте их в комментариях, я обязательно на них отвечу. Помните, небо не предел. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok